По прошествии 75 лет тема Великой Отечественной войны продолжает волновать многих краеведов. Далеко не все именно о пропавших на фронте солдат установлены. Бессменный председатель клуба краевед Георгий Ровенский открывает в Щелковской центральной библиотеке очередное заседание клуба. За время последней встречи у знатоков истории накопились сообщения, которыми они хотят друг с другом поделиться. Взять, к примеру, историю с обломком котелка, случайно найденным поисковиком Александром Зайцевым во время раскопок по местам боевой славы. 3-й воздушно-десантной дивизии. Фрагмент с надписью «Рощин» поможет найти место, откуда боец был родом. Завершилась Вторая мировая война, и тема войны, она остается в памяти нашего народа и наших краеведов, и людей, которые живут в Щелковском районе, очень важной темой. Свой вклад в освещение событий на фронте внесли корреспонденты подмосковных газет. Член правления Союза журналистов Подмосковья Владимир Симонов рассказал краеведам о новой книге «Мы нашей памяти верны», выпущенной журналистской организацией «75-летие Победы». В ней лучшие журналистские произведения о событиях Великой Отечественной, о подвигах героев на фронте и в тылу, о работе военных корреспондентов. Это издание – начало проекта под названием «Журналистский долг памяти», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Девять экземпляров книги поступят в Щелковские библиотеки. Я с удовольствием презентую книгу. Она состоит из трех глав. Первая – это журналисты, участвующие и освещающиеся подмосковные, естественно, участники Великой войны и труженики тыла. Посмотрев фильм журналисты Щелковского ТВ Ирины Микеда «Камень памяти», посвященный героям-щелковцам, ушедшим на фронт из микрорайона Жигалова, краеведы загорели желанием дополнить именами книгу памяти. Мой дядя, без вести пропавший, у него семь записей было в интернет-изданиях, как разные люди. Невосполнимые потери в годы войны понесла и щелковская интеллигенция. При подготовке материалов на конкурс «Юный архивист» учитель истории и общества знаний школы номер 16 Тимофей Балыка с учениками обнаружил в Щелковском архиве информацию о педагогах-фронтовиках. О своей находке историк рассказал краеведам. Таких учителей у нас было около 90 человек, 90 человек-фронтовиков. По части из них была установлена школа, где они преподавали их должностями военными, званиями. Биографию учителей-фронтовиков из 30 сельских школ Щелковского края, работавших с 19 века по военный период, глубоко изучили Александр Брызгалов и Александр Послыхалин. Взять историю директора школы в Первоалексеевке и Аксинина Александра Гурычева, который в 18 лет ушел на фронт. В бою под Прохоровкой он потерял ногу, но нашел в себе силы продолжить учительскую работу. Не менее интересна судьба учителей краеведа Моисея Федорова из села Трубино. Сначала преподавателем работал, потом стал директором школы. Но началась война, естественно, он ушел на фронт, воевал, ну и продолжал после войны свою педагогическую деятельность, был директором первой школы. Тема громадная, 75 лет войны, о ней продолжают еще споры сами по себе, что на что повлияло, затраивает она исследующих, и зато все будут спрашивать, а почему, а зачем. Люди Победы – далеко не единственная тема, волнующая щелковских краеведов. Ими собраны сведения о разных других событиях и личностях, повлиявших на ход отечественной истории. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.